Сегодня неделя о блудном сыне. В этот воскресный день во всех храмах читается многим известная притча Иисуса Христа о том, как у отца было два сына, один из которых потребовал свою часть имения и удалился от отца в страну далечия. Когда все прокутил, все растратил, стал нуждаться, нанялся на работу к злому человеку и после этого, когда пришел в себя, вернулся. И Бог открывает нам глубокую истину. В этой притче Отец, как Сам Небесный Отец, принимает возвратившегося Сына. Очень важный смысл заключает сегодняшняя притча Иисуса Христа. Церковь заблаговременно напоминает нам о том, что нет такого греха, чтобы не простил Бог, кроме греха нераскаянного. Нам так важно увидеть в Боге не просто Небесного Творца, а любящего Отца Небесного. Вот если мы это поймем, то, внимательно вслушавшись в эту притчу, поймем глубокий ее смысл. Первое. Сын решает уйти от Отца. Больше того, Он требует свое. Это первый этап отступления человека от Бога. Как часто среди живущих на земле мы тоже видим тех, которые не хотят жить с Богом, не хотят молиться Ему, не хотят в церковь ходить, не хотят исповедоваться, не хотят причащаться. А зачем? Дай, Господи, Ты дай мне здоровье, Ты дай мне денег. Помоги мне, Господи, в работе, в успехе, учебе, в семейной жизни дай мне, в имении, имуществе и так далее. Дай, Господи. Разве мы не узнаем в этом этапе большинство из нас? И потом мы уходим все дальше и дальше. Мы начинаем нуждаться. Нам опять всего не хватает, всего не достает. А потом давайте обратим внимание, куда удалился блудный сын. Он удалился в страну далече, туда, где не вспоминают о Боге, где каждый пытается жить в свое удовольствие, где много подруг и друзей, где много пьянства, еды и удовольствий. И вот в эту страну далече попадает сын этого заботливого и доброго отца. Что с ним происходит? Он вовлекается в такую жизнь. Он действительно погружается в такой же разврат, в пьянство и обжорство, как и те, которые живут рядом с ним. И вот в следующий этап он приходит в состояние нужды. Когда были деньги, были друзья, были подруги, были веселья, угощения. А как деньги закончились, куда делись друзья, куда делись продажные подруги, куда делись вкусные снеди и сладкое вино. И он стал нуждаться, он нанимается на работу к очень злому человеку, не доходит до состояния голода. И говорит сам в себе. У отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я здесь голодаю. Он приходит в состояние голода, что не все то, что насыщает тело, может удовлетворить душу человека. И он решает вернуться к своему отцу. И это третий этап, который очень важен для каждого, кто внимательно читает это место в Евангелии. Он встает и решимость свою исполняет. Мало прийти в себя, как пришел блудный сын. Он пришел в себя. Что же я делаю? Что же я делаю? Что я потерял? Что имел? Что приобрел? Зачем я живу вот к этой бесцельности, пустоте своей жизни? Он приходит и осознает, что у меня же есть отец, я не сирота. У меня есть тот, к которому я всегда могу вернуться, который поймет меня, простит меня, а может быть даже и помилует. Но я уже не достоин буду называться его сыном. Я попрошусь к нему в число его рабов. Он встает и возвращается. Что же отец? Отец ждет его на троне? Или может быть с твердым, таким отеческим, строгим взором смотрит на дорогу, откуда должен вернуться блудный сын? Нет. Отец, увидев сына своего, как говорит Христос, бежит ему навстречу. И вот эта удивительная встреча любящего отца и заблудившимся с сыном. Тот последний падает в ноги к отцу и говорит, Отец, прими меня в число своих рабов. Я согрешил против тебя и против неба и уже не достоин называться сыном твоим. И что слышим из уст отца? Сын, ты пропадал и нашелся. Ты был мертв и ожил. И нет больше радости для сердца отца, чем возвращение блудного сына. Отец принимает его, устраивает пир по случаю возвращения своего сына. И этот урок пусть каждый из нас сегодня вынесет в начало подготовки к Великому посту. Бог – это и есть тот любящий и любвеобильный, милующий Отец, который готов принять каждого, как бы кто из нас далеко не ушел, как бы кто из нас не заблудился, как бы тяжело каждый из нас не согрешил. И вот страна, в которой мы сегодня живем, дорогие братья-христиане, это страна далече от Бога. Мы видим, что как там и блуд, и разврат, и пьянство, наслаждение, жизнь в свое удовольствие, так и здесь, в современном мире, мы все там и здесь слышим о голых вечеринках, о всевозможных извращенцах, о изменяющих пол и всевозможных грехах, в которых утопают люди. И мы живем вокруг всего этого. И нам кажется, вот это жизнь, вот это веселье, вот это пресыщение, вот это сытость, вот это удовольствие. Но мы и не подразумеваем, если не читаем Слово Божие, что ты и есть та страна далече, в которой удалился блудный сын и начал блудить, грешить, объедаться, наслаждаться жизнью, которая приводит человека к голоду духовному, духовной жаждаю томим, невыносимое он днесь выносит и жаждет веры, но о ней не просит. Вот это состояние, когда мы думали, что пойдя за Европой, за этой западной цивилизацией, мы тоже можем насытиться, удовлетвориться, мы видим, какой ужас сегодня открывается нам в этой развратной цивилизации. Мы думали жить хорошо и комфортно, мы думали, что вот где у нас теперь есть города, дома, удобные жилища, квартиры, свет, все включено, есть даже всевозможные приборы, которые упрощают нам жизнь, уже не нужно и стирать, потому что есть стиральная машинка, уже не нужно и готовить, потому что есть такие печи, которые не требуют ни дров, ни дополнительных усилий, есть даже микроволновки, которые вообще облегчают нам жизнь и делают нас как бы свободными. Но насколько мы стали рабами всей этой цивилизации, стоит на Западе отключить электроэнергию, как для них это уже конец света, потому что люди дальше не представляют, а как дальше жить. И мы подумали, что вся эта цивилизационная, технологическая идея поможет нам преодолеть духовную жажду, и купились на это, как блудные дети. Мы заигрались этими гаджетами, мы заигрались в искусственный интеллект, мы заигрались в цифровизацию и думаем, что она сделает нас счастливыми. Вот, дескать, будем теперь рассчитываться в магазинах по улыбке, по биометрии, сдадим все свои персональные данные, которые сливаются миллионами, и ничего уже не является сокровенным. И нам кажется, вот эта цивилизация, которая нас сделает счастливыми, что делать? Люди купились на эти блага цивилизации, и мы подумали, что вот это, дескать, будущее, фиджитал-спорт, мы все будем там в масках ходить, в этих рамках, которые позволят нам в 3D наслаждаться виртуальным миром, это ложь. Это страна далечия, это страна блудных детей, которые забыли, что есть Бог, к которому нужно приходить, к которому нужно вернуться. И вот сегодня мне хотелось бы в завершении дать как раз-таки 4 обратных этапа, как вернуться к Богу, имя которому – любовь. Прежде всего, дорогие братья и сестры, нам нужно осознать, нужно прийти в себя, что мы не родились в пустыне, мы не родились в лесу, мы родились в городах и селах, в деревнях, где уже есть дома, улицы, где есть различные железные дороги, ходят трамваи, и вообще мы родились в каких-то домах, которые назывались родильными, нас родители принесли в свой дом, мы дома не строили, мы железные дороги не проводили, мы уже вошли в эту цивилизацию, то есть мы уже вошли в наследство тех, которые до нас жили, они передали нам великую страну под названием Россия, с ее храмами, с ее монастырями, мы это все не строили, мы только смотрим, мы удивляемся, какая красота, какой прекрасный храм Василия Блаженного, храм, который вновь восстановлен, храм Христа Спасителя, мы многие видим храмы, монастыри, и удивляемся, какие были высокодуховные люди, чем они жили, неужели они жили без интернета, неужели они не катались на скоростных поездах, вот потому, дорогие, нам надо прийти в себя, что эта страна далече, нужно возвращаться к Богу, с каким чувством? Первое, придя в себя, мы должны перейти ко второму этапу, к решимости. Помните, как блудный сын, который сказал, сколько у отца моего наемников избыточествует хлебом, а я голодаю. Нужно ощутить вот этот духовный голод, Господи, я не могу удовлетворить души своей ни едой, ни развлечениями, ни наслаждениями, ни интернетами, ни всевозможными видеофильмами и роликами, тиктоками, йоками, ютубами и прочими. Это не насыщает душу. Я снова открываю Евангелие, я прихожу в церковь, я начинаю просто поворачивать лицо свое к иконе, к святому уголку, затепливать свечечку, и начинаю вот этот живой разговор с Богом, от которого я так далеко отклонился. Я так далеко от Тебя ушел, Господи. Я работаю, у меня нет ни времени, ни сил, даже на семью, на какой-то отдых с семьей. Какая молитва, Господи? Прости меня. И с этим падаю, и засыпаю, потом просыпаюсь, и все снова и снова. Господи, я заблудил. Первое. Придем в себя, наконец, что вся эта цивилизация, лукавая, хитрая и развратная, она не способна спасти человека и напитать его бессмертную душу. Душе человека нужен Бог, который и дал человеку душу бессмертную. И она ищет своего родителя. Это первое. Прийти в себя. Второе. Возыметь решимость возвратиться к Богу. То есть, открыть молитва слов. Перед едой, после еды молиться Богу. Спать не лечь без вечерних молитв. Без прочтения хотя бы нескольких строк из Святого Евангелия, которое должно стать для нас ежедневным питанием нашей бессмертной души, словесами Господними, словесами чистыми. И, конечно же, возвращение. То есть, не оставить это желание в душе своей. И больше я в храм не хожу и не исповедуюсь. Исповедайте грехи свои. Следующий этап. Нужно свою решимость исправиться. Не оставить в душе, как многие лукавые души успокаивают свое нерадение. Вот блудный сын не оставил своей веры в душе. Он возымел решимость, встал и пошел. И мы должны не лениться встать и приходить в Божий храм. А поэтому ближайший пост постарайтесь не только исповедаться, но и почаще причащаться святых, бессмертных, животворящих, христовых таинств. А пост телесный нам только лишь поспособствует. Знаете, куда зовет нас церковь? Нас церковь зовет в рай. Потому что в раю люди питались только растительной пищей. И когда мы возвращаемся к этой простой пище, а не к тому, что опять предлагает нам современный мир с его разнообразием гастрономических продуктов, то человеку ведь немного нужно. И когда он не о еде будет заботиться, а о душе, то в душе его он ощутит рай. Как в раю. Питались немногим, а великим были счастливы. А что было главным счастьем для Адама и Евы? Общение со своим Создателем, с Богом. Вот куда приглашает нас Святая Церковь, подготавливая нас к великому посту. Пусть слова, которые мы слышим в Евангелии, будут для нас сегодня призывом. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, говорит Христос. Вернемся же в дом нашего любящего Отца, в объятие нашего великого Бога, Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. Мир вам всем, Божье благословение, да укрепит и сохранит всех вас Господь. Господь, Господь,